Мы продолжаем нашу работу и я приглашаю на эту сцену руководителя Тин-клуба города Казани Татьяну Митрушину. Пожалуйста. Здравствуйте, студенты. Садитесь. Я режиссер и главный редактор телепрограммы для подростков Тин-клуб. Может быть, кто-то из вас слышал про нее или видел эту телепрограмму на телеканале ТНВ. Тин-клуб выходит в эфир уже 11 лет. То есть в прошлом году у нас был 10-летний юбилей, вот скоро мы будем праздновать 11-летие. Телепрограмма для подростков. Называется она Тин-клуб. Слово Тин является аббревиатурой, то есть оно расшифровывается. Тин означает творческий, интересный, необычный. И в то же время это название Тин-клуб намекает на то, что возраст создателей программы, юный возраст, тинейджеры, понятно, подростки, и зрители тоже подростки. Вот такое у нас название Тин-клуб. Выходим мы в эфир один раз в две недели. И в настоящее время мы выходим по понедельникам в 16.00. То есть вот завтра у нас будет выпуск в 16.00, если у вас будет возможность включить телевизоры, телеканал ТНВ Татарстан, вы сможете увидеть нашу программу. Давайте посмотрим небольшой промо-ролик о нашей телепрограмме, и вы сами поймете, что же такое Тин-клуб. Тин-клуб! Это твой тележурнал! Тин-клуб! Тин-клуб! Творческий, интересный, необычный. Тин-клуб – познавательно-развлекательный тележурнал для подростков. Первый выпуск Тин-клуба вышел в эфир в октябре 2004 года. И с тех пор по утрам выходные на телеканале ТНВ звучит «Встречай Тин-клуб, смотри Тин-клуб». Встречай Тин-клуб, смотри Тин-клуб. Всех, кто талантлив, интересен, не глуп. Врубай телевизор на полную громкость, в эфире снова твой любимый Тин-клуб. Врубай телевизор на полную громкость, в эфире снова твой любимый Тин-клуб. Базируется Тин-клуб в центре детского технического творчества города Казани. Именно там, на студии Тин-видео, казанские подростки создают программу для своих ровесников. Говорит и показывает Тин-клуб. Работают все включенные на полную громкость телевизоры Республики Татарстан. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Или попросту здравствуйте. У Тин-клуба есть важная миссия – пропаганда здорового образа жизни и позитивного взгляда на мир. Мы показываем подросткам, что жизнь без вредных привычек намного ярче и интереснее. Ведь это же здорово, когда есть возможность развивать свои творческие способности, заниматься любимым делом. Рубрики программы отражают самые разные аспекты жизни современных подростков. Тин-музыка. Тин-новости. Тин-спорт. Откровенно о себе. Тин-гость. Тин-советы. Увлеченные. Тин-мода. И другие рубрики. Одна из самых важных рубрик – Тин-спорт. Вас приветствует рубрика «Тин-спорт» и я, Нейля Масалимова. Сегодня я хочу познакомить вас с юными спортсменами из города Менделейска. Всех этих ребят объединил подростковый клуб «Сатери». В клубе занимаются дети, начиная с шести лет. Занятия ведутся в восьми группах по разным видам спорта. Тин-клуб. А еще Тин-клуб тесно сотрудничает с Управлением Федеральной службы наркоконтроля по Республике Татарстан. Мы регулярно освещаем жизнь татарстанских кадетов. Сделали уже немало сюжетов об антинаркотическом проекте «Аврора», который является частью федеральной программы «Неприкосновенный запас. Дети России». Привет, Тин-клуб! За плечами у программы Тин-клуб немало побед. Мы неоднократно становились лауреатами различных конкурсов и фестивалей. Но мы уверены, наши главные призы и победы еще впереди. Тин-клуб! Название Тин-клуб не зря расшифровывается как творческий, интересный и обычный. Помимо всего прочего, мы еще и веселая, живая, задорная программа, которую любят не только подростки, но и взрослые. Тин-клуб, привет! Тин-клубу привет! Привет, Тин-клуб! Вот, Диляш, смотри, мы с тобой живем в Казани, а ведь Тин-клуб смотрят в самых разных городах нашей страны. Так это же здорово! Пусть смотрят, мне не жалко. Я хочу всем членам Тин-клубу пожелать удачи и успехов. Постарайтесь широко открытыми глазами смотреть на жизнь, и вы поймете, что жизнь прекрасна. Тин-клуб имеет потрясающую энергетику внутри программы. Ребятам нравится делать то, что они делают. И они этой энергетикой через экран всех заряжают. От этой программы идет такое замечательное, позитивное настроение. Тин-клуб – это здорово! Привет, Тин-клуб! Мы стараемся не пропускать ни одного интересного события из жизни подростков в нашей республике. Наш девиз – позитив и здоровый образ жизни. Тин-клуб – это твой тележурнал! Итак, как вы поняли, в нашем тележурнале много интересных рубрик. И все они отражают разные аспекты жизни подростков. Тин-новости, Тин-музыка, Тин-спорт, Тин-советы, Тин-мода, откровенно о себе. Но одна из самых любимых наших рубрик – это рубрика «Увлеченные». Это сюжеты о мальчишках и девчонках, которые занимаются в различных кружках, студиях, секциях, центрах детского творчества. Вы, наверное, сами тоже посещаете какие-то кружки. И мы очень любим снимать интервью с такими ребятами, которые достигли успеха в чем-то, где-то победили, на каких-то олимпиадах, конкурсах и так далее. И вот сейчас я хочу показать, ну, не целиком, а фрагмент сюжета, очень интересного, о девочке, которая великолепно танцует. Тин-глуб! Ты скажешь, это жизнь, одно мгновение. Ее цени, в ней черпай вдохновение. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай, она твое творение. Макс, это что с тобой? Ты не заболел? А что это тебя на поэзию потянуло? Вообще-то это стихи Амара Хаяма. Ну, я поняла, что не Владимира Маяковского. А зачем ты их цитируешь? Зачем, зачем? Во-первых, сейчас будет рубрика «Увлеченные», ведущая которой Вика Абдульна тоже цитирует Хаяма. Так, а во-вторых? А во-вторых, героини этой рубрики Зиля Ахмедзянова так прекрасно танцуют, что говорить о ней можно только стихами. Макс, признайся честно, ты влюбился? Мне кажется, сейчас абсолютно все зрители влюбятся в эту маленькую, прекрасную фею. Давайте скорее сюжет посмотрим. Увлеченные! Увлеченные! Всем привет! С вами рубрика «Увлеченные» и я, Виктория Абдулина. Татарстан – край талантливых людей. И юная танцовщица Зиля Ахмедзянова яркая этому подтверждение. В свои 11 она добилась невероятных успехов. Зиля стала чемпионкой мира по билидансу на Кипре в 2011 году. Выиграла титул второй принцессы в конкурсе «Мини-мисс Татарстан». Получила звание «Мини-мисс World Fashion 2011» в Турции, а также гран-при за лучший творческий номер. И это далеко не полный список ее достижений. Вот уже 5 лет Зиля занимается в детской студии восточных танцев «Сэдэф». Несмотря на свой юный возраст, она очень упорная и трудолюбивая. Старание девочки отмечает ее преподавательница Гульнас Гайфуддинова. Зиля к нам пришла еще совсем маленькая девочка. Ей было всего 6 лет, но у нее было огромное желание работать. Она упорно работала над собой и добилась таких результатов. Интересно, почему Зиля решила заняться именно восточными танцами? Я ими начала заниматься, потому что мне очень понравилось, как танцует Гунаса по своей группе. Я попросила маму, чтобы она разрешила ходить на танцы. В детстве я очень мечтала танцевать. Просто у родителей как-то не было возможности меня водить, как бы работали. Видимо, вот эта вот моя мечта вплотилась моим ребенком. Я ее отдала в 3,5 года на танцы. Думаю, в принципе, не зря отдала. Мне очень нравится. Мама права. Зиля по-настоящему увлечена танцами. Танцы, наверное, это ее жизнь. То есть она практически каждый день живет в хореографическом зале. Я не ленюсь, потому что мне нравится ходить на танцы. Кстати, били-данс или танец живота не только очень красив, но и полезен для здоровья. Я считаю, что любая девочка, вообще, она должна для здоровья заниматься восточными танцами. Подруги Зили не завидуют, а наоборот поддерживают ее. Она красивая. Красиво танцует. Она моя лучшая подружка. Я увлекаюсь танцами благодаря Зиле. Она внушила в меня эту красоту танца. Увлечен! У Тинклуба есть важная миссия. Это пропаганда здорового образа жизни. Мы хотим отвлечь подростков, детей, молодежь от вредных привычек и предлагаем альтернативу – позитивный взгляд на мир. Наша программа показывает, насколько жизнь без вредных привычек интереснее, когда она наполнена любимыми делами, хобби, увлечениями, общением со своими друзьями, наполнена занятиями спортом. И поэтому в Тинклубе еще одна рубрика очень популярна. Это рубрика «Тинспорт». И сейчас небольшой сюжет, ну, вернее, тоже мы посмотрим кусочек сюжета о стритворкауте. Всем привет! С вами рубрика «Тинспорт» и я, Найля Масалимова. Сегодня я расскажу о таком интересном движении, как стритворкаут. Стритворкаут – это уличный спорт, который не требует для тренировок особенных условий и дорогостоящего оборудования. Для занятий этим видом спорта подойдет все. Турник, брусья, деревья, лавочки и даже друзья по занятиям. Как вы уже поняли, стритворкаут – это альтернатива классическим видам спорта. При этом он активно развивается у нас в Казани. Побывав в парке «Победы» 9 мая, Тинклуб стал свидетелем уникальной акции «Рекорд Победы», которую организовали и провели участники команды стритворкаут Казань. В результате была достигнута цель – свыше 25 тысяч отжиманий. Но это еще не все. Устав отжиматься, восхищенный народ, затаив дыхание, следил за показательными выступлениями этих спортивных и мускулистых ребят. Через несколько дней наша съемочная группа отправилась к воркаутерам в гости. Турники в сквере имени Сетлановой – одна из точек, где проходят их регулярные тренировки. Лидер движения стритворкаут Казани Борис Алякринский рассказал нам, как все начиналось. Начиналось я видео в интернете посмотрел, там ребята из Америки темно-кожая делали вообще нереальные вещи на турнике. Вот я вышел, попробовал, у меня, конечно же, ничего не получилось. Решил создать движение. Ну, в России уже было до этого движение, в Казани не было. Вот, сначала на первую тренировку 6 человек пришло, и потом больше-больше, и вот сегодня увидите, уже человек 40 где-то. Активное приобщение к тренировкам происходило при помощи социальных сетей и телевидения. Спортивная молодежь сразу заинтересовалась новым движением. И началась плодотворная работа. Воркаут начал заниматься года два назад. Ну, пришел, понравилось. Ну, ребята звали так, постепенно, тоже понравилось. Ну, вот решил заняться. И постепенно, как бы, все лучше и лучше развиваться началось. Ну, турники у меня, ласточка, крокодильчика, передний виз, стойку на руках. Вот. Самое главное, что я получаю, это в удовольствие. Мне нравится тренироваться, потому что я спортом занимаюсь с детства. У меня вся семья тоже спортсмены. Чувствую себя, как рыба в воде в этом спорте. Воркаут мне помогает, ну, вообще, держать себя в форме, во-первых, потом свои мысли держать. То есть, любые тренировки, это тоже работа над собой. Не только, как сказать, физически, но и духовно. Работать над собой, перебороть себя, заставить прийти на площадку, когда нет должной физической подготовки, несомненно, сложно. Ну, а с чего же следует начать свой первый шаг к спортивной и активной жизни? По желанию, на самом деле, одно. Главное, не лениться. Все, когда-то начинали, все, когда-то никто ничего не умел. Самое главное, первый шаг это сделать, там, лень себя перебороть, выйти хотя бы, не обязательно к нам там. Просто во-два хотя бы, дома от пола отжиматься. Вот такие вот спортивные ребята, интересные. Но чаще всего на экран, именно в рамках Тин-клуба, выходят сюжеты из рубрики Тин-новости. У нас нехватки новостей нет, потому что интересные события в жизни казанских школьников происходят практически каждый день. И нашу съемочную группу постоянно приглашают на съемки концертов, конкурсов, фестивалей, слетов, соревнований, акций. Можно перечислять очень долго. Давайте сейчас посмотрим два сюжета, ну, два фрагмента сюжетов разных лет. Первый из них снят в 2009 году. А второй сюжет снят этим летом. Тин-клуб! Что вам представляется при слове спецназ? Практически любой на этот вопрос ответит так. Грохот взрывов, автоматные очереди, крепкие парни в черных масках, одной левой побеждающие вооруженных до зубов противников. Правильно. А теперь такой вопрос. В чем заключается работа спецназа наркополиции? Большинство ответит так. Захват наркопритонов, задержание наркокурьеров, изъятие наркотических веществ. Ответ правильный, но не полный. Раскроем небольшой секрет. Важная часть работы бойцов спецназа управления федеральной службы по наркоконтролю – воспитание подрастающего поколения. Уже третий год в Татарстане действует антинаркотический проект «Аврора». Его задача – направить на верный путь мальчишек из групп Риска, привлечь к занятиям спортом, боевыми искусствами, ориентировать на выбор профессии. То, что спорт помогает противостоять вредным привычкам, наркополицейские готовы доказывать не только отечественным пацанам. Недавно Казань посетили юные рэкбисты из английского города Ранкорн. Они приняли участие в двух товарищеских матчах с казанскими командами под девизом «Спорт против наркотиков». А еще английские рэкбисты вместе с нашими спортсменами посетили управление наркоконтролем. Общению двух команд помогали переводчики. Но, кажется, и без них они нашли бы общий язык. Все согласились с тем, что лучший способ борьбы с наркоманией – здоровый образ жизни. Увлечение спортом – любимым делом. А вот некоторые способы борьбы татарстанских полицейских с наркоугрозой мальчишки увидели воочию. «Пошел! Пошел! Пошел! Пошел!» Затем один из бойцов показал уникальные возможности человеческого организма. Как можно, не чувствуя боли, ногами и руками ломать деревянные жертвы. Подростки наблюдали за выступлением сотрудников спецслужб с огромным интересом. Англичане вообще долго не закрывали рты от удивления. Я посмотрела, насколько русские могут быть сильными. И, скорее всего, сам я так не смогу никогда в жизни. Это было очень интересно, очень хорошее зрелище. Мы такого никогда еще не видели. Очень интересно оказалось. И следующий сюжет, который снят этим летом на море. То есть такие у нас тоже бывают сюжеты. Как дети отдыхают на море. Мы находимся на вокзале. И буквально через несколько минут в путь отправляется поезд «Казань-Адлер», на котором ребята из Татарстана едут отдыхать на юг. Мы едем в Туапсе! Недалеко от города Туапсе, на берегу Черного моря, расположен детский оздоровительный лагерь «Солнышко». Мы едем в море! Здесь за лето 2015 года отдохнуло свыше 900 татарстанских ребят. Изюминка лагеря – программа «Гармония». В виде многодневной игры, вовлекающей детей в разнообразную творческую деятельность. Ребята, которые приехали отдыхать сюда на базу лагеря «Солнышко», Туапсе, Шепси, живут и работают по программе «Гармония», в стране «Гармония». Это танцы, вокал, театральное искусство. Они получают вот такой переходящий приз Оскара. Мы вручаем отряду победителю в каких-нибудь творческих конкурсах, номинациях. Мне в этом лагере очень нравится. Я вообще в первый раз в лагере на море, и поэтому я даже не ожидала, что мне здесь так понравится. Мне очень нравится этот лагерь, ну, потому что здесь растут очень много деревьев, которых нет у нас в Татарстане. Здесь очень вкусно кормят в нашей столовой. Просто муа! В нашем лагере каждый день непростой. У нас, например, вчера был День Нептуна, у нас была водная битва, было очень интересно. Еще одна особенность лагеря «Солнышко». Среди ребят много спортсменов. Они приехали сюда целыми командами. У нас, деви, тренируемся, поем, вместе весело живем. Тут и юные акробаты из Лениногорска, и мальчишки-каратисты, и задорные девчонки из студии степ-аэробики «Спортстайл», и маленькие гимнастки из Казанской школы художественной гимнастики «Приволжанка». «Приволжанка лучше всех! Приволжанку ждет успех!» Нам очень сильно понравилось, как очень вкусно кормят. Всегда вкусные такие фрукты дают. Все отлично, кормят хорошо. Море, солнце, воздух. Прямо уезжать неохота. Море классное! Море здесь шикарное, чистое и очень теплое. И здесь очень классно купаться. Очень нравится купаться, загораем, отдыхаем. Море просто отличное. Особенно нравится, когда огромные волны. Очень нравится плескаться. А пляж с крупной и ровной галькой – прекрасная экспериментальная площадка для будущих архитекторов. Я в лагере в первый раз, но я безумно хочу сюда приехать на следующий год. Я в этот лагерь вернулась бы еще раз. Я тоже. И сейчас я хочу вам представить одного из наших ведущих, который вы только что видели на экране. Это Макс Никитин. Он пришел в Тинклуб, когда он был семиклассником. А сейчас он уже в 11 классе. Он был корреспондентом, ведущим рубрики, основной ведущей. И этим летом на республиканском фестивале детской прессы «Алтын-Калям Золотое Перо» Макс стал лучшим телеведущим среди всех детей и подростков республики. Здравствуйте. Как меня представила Татьяна Дмитриевна? Меня зовут Макс Никитин, корреспондент, ведущий и помощник главного редактора программы Тинклуб. Что хотелось бы рассказать. Мы, школьники, изучаем азбуку телевидения в студии Тин Видео при Центре детского творчества города Казани. Руководит нашей программой, как вы поняли, Татьяна Дмитриевна Митрошина. Кстати, она не только режиссер и редактор, но и журналист, педагог высшей категории. В нашей студии мальчишки и девчонки осваивают основы тележурналистики, то есть учатся работать в кадре, готовятся к интервью, изучают технику и логику речи, которая включает в себя также и хорошую дикцию. Умение владеть своим голосом, умение ставить правильные логические ударения. И все это очень важно для тележурналиста. Давайте сейчас с вами проведем небольшой тренинг по технике речи. Я продиктую вам несколько скороговорок, которые вы попробуете их повторить. Первое. Вы, наверное, ее слышали. Ее нужно повторять несколько раз. Корол, король, орел. Знаете такое? Ну так вот, это словосочетание нужно повторить несколько раз. Король, орел, король, орел, король, орел и так далее. Давайте все вместе сейчас попробуем. Максимальное количество раз. Сколько у вас получится? И считайте при этом, считайте. Ну, чтобы у вас при этом правильно получалось. Король, орел. Если вы ошиблись, сказали там король, орель и так далее, все, начинайте заново. Кто хочет попробовать сделать это? Король, орел, король, орел, король, орел, король, орел. Еще, еще, пока не собьешься. Нет, неплохо, но нужно побыстрее стараться. Вы дома потренируетесь, чтобы быстро говорить, король, орел, король, орел, король, орел. И вот Макс сможет 20 раз подряд, когда у него хорошие. Мой личный рекорд 23 раза, да. У кого сколько получилось? Да, я еще микрофон. Король, орел, король, орел, король, орел. А, вот. Еще давай у тебя же получается. Король, орел, король, орел, король, орел. Побыстрее давай. Король, орел, король, орел, король, орел, король, орел. Молодец. Ну, можно еще тренироваться. Ну, давайте теперь следующее. Давайте, да, следующее. Запоминайте. Купи, кипу, пик. Также нужно повторять несколько раз. Купи, кипу, пик, купи, кипу, пик и так далее. Давайте попробуем все вместе. Побыстрее. Купи, кипу, пик. Купи, кипу, пик. Купи, кипу, пик. Кто хочет попробовать слух сказать? Давайте я поясню. Смотрите, может быть, не все понимают смысл. Купи кипу. Кипа – это пачка чего-то, да? Например, вот кипу бумаги, говорят. А пик, ну, либо это какое-то холодное оружие колющее, да, пики. Может быть, речь о картах, масть в картах. Вот, ну, то есть, чтобы вы понимали. Купи кипу пик. Это не просто бессмысленный набор слов. И она, видите, вроде бы простая, но коварная скороговорка. То есть, когда говоришь быстро, тоже не всегда получается. Дайте еще, пожалуйста, вот девушку у нас хочет микрофон. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Не пику, а кипу. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Пик. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Дайте еще, пожалуйста, вот мальчику микрофон. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Купи кипу пик. Есть еще также, помимо скороговорок, трудноговорки. Тут уже не так важно их произнести быстро. Самое главное — вообще их хоть как-то выговорить и произнести каждый звук четко. Вот, например, «санкт-петербургский бесперспективничок». Кто-нибудь сможет повторить? «Санкт-петербургский бесперспективничок». «Санкт-петербургский бесперспективничок». Нет, «бесперспективничок». Санкт-Петербургский без перспективничок. Давайте, как вас на предыдущей лекции учили, выстроить ассоциативный ряд, да? Санкт-Петербургский, вы все знаете такой город Санкт-Петербург, а дальше без перспективничок, от слова перспектива. Потом добавьте «без перспектива», и вы уже получите «без перспективничок». Санкт-Петербургский без перспективничок. Без перспективничок. Ну, в общем, вам есть куда расти и есть возможность работать над дикцией. Давайте следующая, она интереснее. Следующая намного интереснее. Скорее всего, вы сейчас не поймете, что я скажу, но это все существует в реальной жизни. Президент Туркменистана Бердемухамедов Гурбангулы Меликулиевич посетил вулкан Яфьетлаю Кюдаль. Теперь я поясняю. Президента Туркменистана зовут Бердемухамедов Гурбангулы Меликулиевич. Да, тут не все так просто, как с Владимиром Владимировичем Путиным. Тут немножко посложнее. Посетил вулкан, существует такой вулкан в Исландии. Эй-я-фьетлай-о-кюдаль. Эй-я-фьетлай-о-кюдаль. Такой вот вулкан. Он, кстати, несколько лет назад взрывался и там облако пепла, небо все закрыло. Журналисты, наверное, ненавидели про это рассказывать новости. А, ты, кстати, не сказал, чем свел с ума. А, ну да. Вот еще раз послушайте, Макс, скажите ее до конца эту трудноговорку. Президент Туркменистана Бердемухамедов Гурбангулы Меликулиевич посетил вулкан Ия-фьетлай-о-кюдаль, что привело к серии самоубийств всех журналистов страны. Ну, есть другой вариант. Свел с ума всех телеведущих мира, потому что в новостях им пришлось об этом рассказывать, представляете, а это выговорить очень трудно. Вот, таким образом. Ну, на этом, Макс, огромное спасибо. Такой небольшой мастер-класс. Кстати, бывает, что мне приходится уезжать на съемки, потому что я еще как оператор, как режиссер программы работаю. И в этот момент Макс в эти моменты меня с удовольствием замещает и проводит занятия с ребятами в нашей студии. А сейчас я продолжу рассказ о том, что еще начинающие тележурналисты изучают на занятиях. Очень важная тема стендапы. Кто знает, что такое стендап на телевизионном языке? Вот я слышу слова «встать». Да, спокойно. Да, с английского слово «стендап» переводится, словосочетание «стендап» переводится как «встать». Но на самом деле стендапы в новостях – это появление тележурналиста в кадре, когда он обращается с какими-то словами к зрителям. Обычно это бывает в начале сюжета. Вы, наверное, все видели сюжеты, новости по телевидению. Не обязательно, чтобы журналист при этом стоял. Он может в этот момент идти, он может при этом сидеть или качаться на качелях, плыть в лодке, что угодно. Но называется стендап. Значит, самое главное в стендапе, чтобы в этот момент за спиной тележурналиста происходило то событие, о котором он как раз и собирается рассказать зрителям. Стендапы должны быть очень яркими, интересными, запоминающимися. Это как дверка, которая открыта в сюжет. То есть корреспондент, он должен заинтересовать зрителя своим стендапом. Если зритель заинтересуется, он обязательно посмотрит сюжет. И, значит, как я уже сказала, самые интересные стендапы, когда за вашей спиной что-то происходит. Например, извержение того же вулкана, или пожар, или концерт, рок-звезды, что угодно. Но за спиной тележурналисты. И даже есть такая шутка, что, кажется, все самое интересное в этой жизни происходит за спиной у тележурналиста. Сейчас давайте посмотрим небольшую нарезку стендапов разных сюжетов. Вот увидите, какие у нас бывают сюжеты, и какие стендапы бывают. ТИН-клуб! ТИН-новости! Беги за мной! Так называется проект, который сегодня собрал более тысячи участников возле НКЦ «Казань». Начало республиканского антинаркотического месячника казанские СМС-дети отметили очередной замечательной акцией. Мы за здоровый образ жизни! В этом году акция «Количество свечек зависит от тебя» прошла в Казани уже в одиннадцатый раз. И с года в год подростки все больше и больше времени проводят, сидя дома за компьютером. А ведь когда наши мамы и папы были маленькими, дети почти все каникулы проводили на свежем воздухе, во дворах, играя в самые разные игры. Об этом и вспомнили в Зеленодольском объединении молодежных клубов «Исток». Зачем умные совы слетели в пирамиду? Ответ прост. На интеллектуальную весну 2013. Вот уже в седьмой раз в таком прекрасном месте, как санаторий «Сосновый бор» проходит слет актива подростковых клубов нашей республики. Мы находимся в молодежном центре «Волга», где проходит седьмой съезд детских общественных организаций Республики Татарстан. Сюда съехались самые позитивные, активные и, с главной целью, устремленные ребята со всей республики. Целью съезда является подготовка к четвертому форуму юных граждан Республики Татарстан. Итак, посмотрим, что скрывают эти двери. Этой осенью вновь зазвучал гимн Совета детских организаций Республики Татарстан. Чем новости? Жесткие гитарные рифы и мощный вокал сотрясали сегодня стены музея соцбыта. Все это устроила группа «Артвейн». Да! Уходим на занятия, когда ты не уснешься! Мы находимся на берегу Казанки. И в данный момент за моей спиной проходят съемки фильма «Сокровище озера Кабан». Идут года, сменяются поколения. А с ними и предпочтения слушателей. Уходят в прошлое бардовские песни, скажете вы, а вот и нет. И фестиваль бардовской песни «Песни, гитара и я» полное тому подтверждение. Новости? Сейчас за моей спиной находятся самые активные ребята в московского и кировского районах города Казани. И эта акция «Количество свечек» зависит только от тебя. Тин-клуб! Бонжур, Тин-клуб! Мы находимся на том самом месте, где коварный злодей капитан Кредов пытался убить парней из будущего появления Стас. Не пугайтесь, речь идет о съемках фантастического фильма «Покоритель времени». Этот фильм создается командой Тин-клуба. И мы уже рассказывали вам о процессе съемок нашего блокбастера. Я в прошлом. Кстати, да, мы еще в нашей студии с ребятами снимаем фильмы иногда. То есть вот мы сняли фильм «Фантастический по сценарию школьника». И если вы завтра включите Тин-клуб, то вы сможете увидеть треть серии этого фильма. Продолжаем. Какие еще умения важны для тележурналиста? Очень важно умение задавать хорошие вопросы во время интервью. И умение слушать своего собеседника. И не важно, человек это или, например, собака. Ведь героями сюжетов могут стать не только люди, но и животные. Я не шучу. Нашему Максу, который выходил на сцену, однажды удалось взять интервью у собаки. Давайте посмотрим сюжет. 4 октября, в День защиты животных, наша дружная команда Тин-клуба отправилась в приют для бездомных собак. Приюту в поселке Залесный в этот день исполнился ровно год. Создатели его – несколько молодых казанцев, неравнодушных к судьбе бездомных животных. Конечно, ребятам очень сложно содержать и кормить свыше 80 собак. К счастью, в приют время от времени приезжают добровольцы, готовые бескорыстно помочь четвероногим. Среди этих добрых и милосердных людей оказался и известный хоккеист, вратарь команды Акбарс Эмиль Гарипов. В приют он приехал не один, а со своими друзьями и любимой девушкой. Я приехал, прям так грустно стало, сразу увидел. Я понимаю, что им тут лучше, чем на улице, но я попрошу людей приезжать в этот приют. Именно тут очень мало народу, потому что помогать, утеплять, кто чем может помочь. Тут хозяин, молодец, все сам сделал один. Молодец просто, святой человек. Эмиль с друзьями помогли приюту и материально. Купили электрическую мясорубку, утеплители для будок, лекарства, ошейники, поводки и много других необходимых вещей. Корреспонденты Тинклуба тоже пришли к животным не с пустыми руками. Кто-то принес крупы, кто-то витамины, а кто-то одеяло, чтобы утеплить вольеры на зиму. Мы помогали таскать доски, из которых будет строить теплый вольер для собак. Также мы пообщались с собачками, они очень все такие милые, прям их хочется брать к себе домой. Ребята получили море удовольствия от общения с обитателями приюта. Да и сами собачки были рады, что с ними немножко поиграли, ведь им так не хватает общения с людьми. Я очень люблю собак. У меня была собака, и она была тоже очень такой милой. И тут очень много похожих собак. И вот один из них. У каждой собаки в приюте своя собственная грустная история. Кого-то из них нашли на улице зоозащитники. Кто-то был искалечен водителями-лихачами или просто злыми людьми. Кто-то потерялся, а кого-то бросили. А вот этого красавца хозяева привезли в ветклинику на усыпление, просто потому, что пес надоел. А ведь он много лет служил им верой и правдой. Но даже пережив предательство и боль, эти добродушные существа не перестали верить человеку. Все они надеются обрести дом и любящих хозяев. Ты ищешь своего хозяина? Она скулит и этим хочет сказать, что она ждет своего хозяина. В настоящее время собак в приют больше не принимают, нет мест. Исключение делают только для инвалидов, пострадавших и покалеченных животных. Здесь их лечат, выхаживают, а потом пытаются устроить судьбу каждого питомца. Дорогие друзья, ведь непородистые собаки тоже очень хорошие. И они также нуждаются в своем доме любви, заботе и ласке. Задумайтесь об этом. Все эти обездоленные животные нуждаются в вашей помощи. Каждая баночка консервов, каждый рубль. Любая ваша помощь может стать решающей в жизни собаки. Именно вы можете ее спасти от холода, голода и побоев со стороны злых людей. А если вы хотите завести себе преданного друга, который всю свою жизнь будет дарить вам ласковую любовь, возьмите его из приюта. Животные ждут вашей помощи! Друзья, если у вас возникло желание помочь приюту или взять себе четвероногого друга, обращайтесь в группу ВКонтакте под названием «Кот и пес». Макс Никитин, Татьяна Митрошина, Анастасия Садовникова. Специально для рубрики «Тин Новости». Вот такой сюжет. У нас истекает время, поэтому мы еще планировали немножко сюжетов посмотреть, но уже не будем. Значит, вот что я хотела еще сказать. Большинство ребят, которые прошли курс обучения в нашей студии «Тин Видео», выбирают журналистику своей профессии. Кто-то поступает на журфак КФУ, кто-то уезжает в Москву. Есть у нас девочки и мальчики, которые закончили, например, МГУ, факультет журналистики, МГИМО, отделение международной журналистики. Есть те, кто во ВГИКе учится или закончили. Кто-то закончил наш казанский журфак, например, Влад Портнов, он успешно закончил журфак. Он тоже на фестивале Алтын-Калям, у него был диплом Гран-при. И сейчас он успешно работает корреспондентом телеканала ТНВ и DJM Love Radio. То есть наши ребята, я уже шучу, что лет через 10, наверное, на наших местных телеканалах будут сплошь выпускники Тин-клуба. За 11 лет жизни Тин-клуба в телепрограмме сменилось 10 пар ведущих. В эфир вышло 184 выпуска, завтра должен выйти 185. Всего свыше 800 сюжетов по приблизительным оценкам. Девиз Тин-клуба «Позитив и здоровый образ жизни» остается неизменным и в дальнейшем. И герои наших сюжетов по-прежнему интересные, яркие, неординарные ребята, подростки. И кто знает, может быть, завтра, послезавтра, в ближайшем будущем героями наших сюжетов станете и вы, ребята. Вступайте в группу Тин-клуб для всех ВКонтакте. Называется Тин-клуб для всех. И подписывайтесь на наш канал на Ютубе, там есть ссылка на этот канал. И будете в курсе всех новостей Тин-клуба. Будете, если мы приедем к вам в вашу школу с сюжетом, потом увидите сюжет о себе. Ну, давайте последняя вот нарезка, не нарезка, а кусочек ведущих, завершающая концовочка. Тин-клуб! Ну вот, наше эфирное время истекло, и нам пора прощаться со зрителями. Не волнуйтесь, это ненадолго, всего лишь до следующего выпуска. Напоминаем, что общаться с Тин-клубовцами вы можете и в интернете. У нас есть группа ВКонтакте, которая называется Тин-клуб для всех. Еще у нас есть канал на Ютубе Тин-клуб Казань. Подписывайтесь, и вы сможете снова и снова смотреть свои любимые сюжеты. Надеюсь, вы не забыли, что наши программы по-прежнему зажать позитивом. Почаще смотрите Тин-клуб, и все у вас будет хорошо. Пока! Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. Давайте мы поаплодируем ей и ее команде из Тин-клуба города Казани. Субтитры делал DimaTorzok